Приветствую всех! У меня на столе лежат два индикатора. Один из них это неоновая лампочка, а другой это совершенно обыкновенный светодиод. Да, обыкновенный светодиод, ребята. И что если я вам сейчас заявлю, что я запущу оба этих индикатора в одной цепи? Светится будет неоновая лампочка и светится будет светодиод. Как вы думаете? Сразу уточним. Опыт будет проводиться с высоким напряжением, 220 вольт, поэтому дома делать его я не рекомендую. Итак, вводная задача. У нас есть хоть и маломощный, но вот такой вот неоновый индикатор, который не загорится ни от 3, ни от 10, ни даже от 50 вольт. Обычно он загорается вольт от 70 или 90 вольт. Точнее не скажу, но, как правило, 220 вольт от розетки могут зажечь последовательно 3 таких индикатора. Будем условно считать, что 70 вольт это тот минимум напряжения, который ему необходим. Это индикаторный светодиод, ну или обычный светодиод, особой разницы в них нет, это не осветительный светодиод. Он горит от напряжения в 2 с небольшим вольта. 2 вольта и 70 вольт. Светодиод и неоновая лампочка. И я собираюсь их зажечь одновременно, причем от сети 220 вольт. Прежде чем это сделать, еще раз предупреждение, напряжение будет высоким, не рекомендую повторять без надлежащей подготовки. Чтобы ограничить ток через эти приборы, я, естественно, буду использовать резистор. И ток у меня будет в цепи мизерный. Но такой, чтобы его было достаточно, чтобы у меня горела неоновая лампочка и этот диод. Чтобы зажечь светодиод в цепи 220 вольт, нам необходимо сделать вот такую схему. Это диод, индикаторный светодиодик и резистор. Для неоновой лампочки нам нет необходимости ставить вот такой диод. Она будет загораться и без него. Давайте проведем первый эксперимент. Все провода должны быть видны. Я подключу через большое сопротивление, которое я вам уже показывал, которое ограничивает ток через неоновую лампочку. Последовательно все включим и зажигаем неоновую лампочку. Неоновая лампочка горит ровным светом, оголенные провода руками не трогать. Теперь, по простой схеме включения индикаторов, это резистор небольшой мощности. Видите, он небольшой. Вот. Опять-таки, диод у нас тоже небольшой мощности. Здесь больших мощностей не надо, ток миллиамперы. Причем единицы миллиампер. И теперь мы точно так же, как неоновую лампочку, включаем в сеть индикаторный диод. Горит. Не трогайте руками оголенные провода. Разумеется, я могу сейчас попробовать включить последовательно и неоновую лампочку. И вот эту цепь, которая запитывает у меня светодиод. Я подключусь к резистору. И подключусь к неоновой лампочке. Смотрим. Когда я делаю монтаж, питание у меня не подается. Теперь у меня в кадре есть маломощный индикаторный светодиод и маломощная индикаторная неоновая лампочка. Светодиод рассчитан на напряжение пусть будет 3 вольта, неоновая лампочка на 70 вольт. Зажигаем. У нас горит индикаторный светодиод и у нас очень даже хорошо горит неоновая лампочка. Итак, задача выполнена, но на этом я останавливаться не собираюсь. Тем, кому интересно, как я запускаю светодиоды от сети 220 вольт, ссылочку я дам в описании. Схемы простые, интересные и некоторые схемы даже очень спорные. Теперь мы продолжим. С помощью неоновых лампочек я уже делал устройство, когда одна вот такая неоновая лампочка, конденсатор, резистор и диод, заставляют моргать вот такую лампочку накаливания, причем достаточно мощную. Схема тоже прилагается, будет ссылочка в описании. Но это лишь моргалка, релаксационный генератор. Теперь же я собираюсь обычный светодиод запустить прямо через неоновую лампочку. Почему я так самоуверенно это утверждаю? Дело в том, что недавно я делал ролик, в котором показывал, что неоновые лампочки являются выпрямителями, то есть они как и диоды могут выпрямлять напряжение, подавая его только в одну сторону и обеспечивая тем самым питание вот такого небольшого светодиода. Давайте я это сделаю прямо сейчас у вас на глазах. Я подключаю светодиод, неоновую лампочку и в цепи у меня больше нет дополнительных резисторов и диодов. Есть только светодиод и неоновая лампочка. Включаем. У меня горит красный светодиод и неоновая лампочка. Взгляните поближе, нет ли каких-нибудь резисторов или диодов. Это красный светодиод, это неоновая лампочка. Есть, конечно же, резистор. Теперь у меня в цепи феноменальное явление. Маленький трехвольтовый светодиод, ну пусть двухвольтовый светодиод и неоновая лампочка. Рассчитанная на 70 вольт переменного тока, работают, помогая друг другу. Неоновая лампочка выпрямляет напряжение и не позволяет сгореть небольшому светодиоду. Ну а светодиод, в свою очередь, проводит достаточно тока для того, чтобы светилась неоновая лампочка. Они помогают друг другу и при этом прекрасно себя чувствуют. Такая цепь может быть собрана, ну конечно, с осторожностью и с аккуратностью, потому что это высоковольтные провода. 220 вольт это не шуточка. Если кто-то пожелает повторить, не ограничиваю. Неоновые лампочки, подобные этим, есть. Светодиоды можно купить, выпаять откуда угодно. Для начала проведите эксперимент по созданию цепи, в которую у вас будет просто светиться индикаторный светодиод. Это не сложно. Выпрямительный диод последовательно с индикаторным светодиодом и сопротивление. Сопротивление подбирается по току светодиода в цепи 220 вольт, если вы будете пользоваться таковой. Если у вас 110 вольт, то естественно вам надо меньшее сопротивление. Подключим еще раз все последовательно и покажем, как это было. Сперва у нас светится просто красный светодиод. Включенная на его место лампочка неонка загорается с таким же успехом. Лампочка простая, в ней нет светодиодов, в ней нет конденсаторов. Но напряжение ее гораздо выше, чем у диода. Мы включаем их практически в одно и то же место. Ну и теперь, конечно же, самое-самое жуткое. Мы включаем неоновую лампочку, которая должна выпрямлять напряжение для небольшого красного светодиода. Все светится, все работает, ничего не сгорает и не взрывается, вопреки ожиданиям. Это не феновен, не фокус, это просто грамотно рассчитанная схема, которая будет работать только в определенных условиях и только при определенных параметрах. На этом все, ребята. Пока!